Премьерный показ нового Volkswagen Touareg 2018 года состоялся 23 марта в рамках специального мероприятия в Пекине. Флагман немецкого бренда при переходе в третье поколение получил новую платформу MLB EVO, приобрел более стильный дизайн кузова, получил продвинутую цифровую панель InnoVision-кокпит, обзавелся рядом инновационных электронных помощников и расширил линейку силовых агрегатов за счет гибридной установки, построенной на базе 4-цилиндрового мотора 2 литра TSI 249 л.с. Приоритетными рынками сбыта для третьего Touareg станут Китай, Европа, Россия и Ближний Восток. При этом основной акцент сделан именно на Поднебесной, где как раз и состоялась презентация новой модели. Что касается Соединенных Штатов, то здесь новинка уступит свое место полноразмерному кроссоверу Volkswagen Atlas, который в скором времени получит пятиместную модификацию. Производство нового Volkswagen Touareg будет налажено на заводе в Словакии. На этом же предприятии выпускались два предыдущих поколения модели, разошедшиеся тиражом почти миллион экземпляров. Европейские покупатели смогут приобрести новый Touareg в начале лета текущего года по цене от 53,8 тысячи долларов. В России новинка появится в июле, причем ни топового дизеля V8, ни гибридной установки спецификаций для нашего рынка не будет. Базовая же стоимость, скорее всего, составит порядка 3,4 миллиона рублей. О том, какие конкретно сюрпризы готовит кроссовер своим поклонникам, мы поговорим в данном обзоре. И не забываем писать свое мнение о новинке и ставить лайк. Новый Volkswagen Touareg, являющийся ближайшим родственником последнего Porsche Cayenne, базируется на укороченной версии современной платформы MLB EVO. По сравнению с машиной предыдущего поколения, новая модель подросла в размерах. Длина увеличилась на 77 мм, ширина возросла на 44 мм, колесная база прибавила чисто символически 1 мм, сократилась разве что высота, которая уменьшилась на 7 мм. В соответствии с последними тенденциями инженеры Volkswagen максимально нарастили долю алюминиевых сплавов в общей структуре кузова. Как итог, силовой каркас на 48% изготовлен из них, остальные же 52% приходится на высокопрочной стали. Обширное применение алюминия позволило кроссоверу скинуть около 106 кг с дореформенной массы. Подвергнувшись основательной модернизации, Touareg остался верен себе в плане внешнего дизайна, сохранив сбалансированные пропорции и строгие, но в то же время необычайно привлекательные формы. Все правки вносились с оглядкой на концепт Volkswagen T-Prime GTI двухлетней давности. От прототипа серийный вариант унаследовал в частности роскошную решетку радиатора с яркой хромированной отделкой и конфигурацией воздухозаборников переднего бампера. Выразительности фронтальной части кузова добавляют новые матричные фары, предусматривающие наличие 128 индивидуально управляемых диодов в каждом светотехническом блоке. Такая оптика умеет гибко изменять направление и яркость пучка света, благодаря чему осуществляется легкая адаптация к любым дорожным условиям. Например, в городской черте при движении на малых скоростях где-то до 50 км в час луч обеспечивает максимально широкий охват прилегающих зон, а во внедорожном режиме езды луч мощно подсвечивает пространство перед автомобилем, чтобы можно было хорошо рассмотреть возможные препятствия. Корма нового кроссовера оформлена просто и лаконично, но при этом украшена яркими светодиодными фонарями, расположенными частично на крышке багажника. Очевидно, что при ее конфигурировании в первую очередь учитывалась функциональная составляющая. Если снаружи Volkswagen Touareg преобразился весьма серьезно, но остался в общем-то узнаваем, то в салоне произошли кардинальные изменения, позволившие автомобилю перейти на абсолютно новый качественный уровень. Основную роль в этом скачке, безусловно, играет новый виртуальный кокпит InnaVision Кокпит, формирующий рабочую зону водителя и объединяющий два цветных дисплея. 12-дюймовую цифровую приборку с разрешением 1920х720 пикселей и 15-дюймовый экран информационно-развлекательной системы Discover Premium размером 1920х1020 пикселей. Дисплей основного мультимедиа комплекса расположен на консоли и развернут к водителю. Оснащен приложением AppConnect для легкой интеграции гаджетов MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto. Есть функции индуктивной зарядки смартфонов. 4 USB порта, 2 спереди и 2 сзади. Точка доступа Wi-Fi на 8 устройств. Навигация с трехмерными картами. Управление некоторыми бортовыми системами также осуществляется через центральный дисплей с помощью тачскрина. Например, заменяются настройки климатической установки и передних кресел. Но все же совсем без физических переключателей Touareg не остался и большинство из них находится на межпассажирском тоннеле. Например, здесь есть два круговых селектора выбора режимов работы шасси и пневмоподвески, а также ролик для регулировки громкости аудиосистемы. В топовых комплектациях, кроме цифрового кокпита, кроссовер получает массу другого продвинутого оборудования и функций обеспечения комфорта. Покупатель сможет рассчитывать на удобные мультиконтурные кресла с электроприводом, вентиляцией и пневмомассажем, четырехзонный климат-контроль, проекционный дисплей размером 217 на 88 мм, большую панорамную крышу длиной 1270 мм и шириной 825 мм, фоновую подсветку с 30 оттенками, акустическую систему мощностью в 730 Вт. В список электронных помощников у нового Touareg входит система ночного видения с инфракрасной камерой. Также в арсенале модели имеются пробочный автопилот, предупреждение фронтальных столкновений, поддержание рядности движения, помощник перестроения, полуавтоматический парковщик, предупреждение повторных столкновений, проактивная защита пассажиров, контроль степени утомленности водителя, распознавание и отображение дорожных знаков, помощь при маневрировании с прицепом. В отделке интерьера новинки Volkswagen используются лучшие сорта кожи, натуральное дерево, алюминиевые и хромированные детали. Разработчики подготовили три линии эльдизайна. Атмосфер, Элеганс, Эрлайн. Задний ряд сидений обновленного кроссовера стал еще более гостеприимным к седокам за счет чуть подкорректированной посадки. Наклон спинок здесь можно изменять. Доступны три позиции с максимальным углом 21 градус, а сами сидения сдвигать вдоль салона на 160 миллиметров. Находящийся за спинами задних пассажиров багажный отсек готов принять до 810 литров поклажи, что на 113 литров превышает вместительность грузового отделения автомобиля предыдущего поколения. В ходе модернизации Туарег растерял значительную часть своего вездеходного потенциала. Он лишился механического центрального дифференциала, понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала. Впрочем, как заявляет производитель, весь этот арсенал был мало востребован клиентами. В качестве хоть какой-то компенсации покупателю теперь предлагается пакет оффроуд с дополнительными внедорожными режимами работы шасси, усиленной защитой днища и увеличенным 75 до 90 литров объемом топливного бака. При комплектации стандартными пружинами клиренс Туарега составляет 220 миллиметров. Углы въезда и съезда 25 градусов. Угол рампы 18,5 градусов. Максимальная глубина преодолеваемого брода 490 миллиметров. После установки пневматической подвески дорожный просвет может увеличиться до 300 миллиметров. Углы въезда-съезда до 31 градуса. Угол рампы до 25 градусов. Предельная глубина водной преграды до 570 миллиметров. Линейка силовых агрегатов Volkswagen Touareg третьего поколения включает следующие моторы. Трехлитровый турбодизель V6 231 лошадиная сила. Четырехлитровый дизель V8 с тремя компрессорами 421 лошадиная сила. Трехлитровый бензиновый TSI 340 лошадиных сил. Все двигатели агрикадируются с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF. В будущем на некоторых рынках, прежде всего китайском, появится гибридная версия Touareg с силовой установкой на базе 249-сильного бензинового мотора 2 TSI. В паре с ДВС будет работать электродвигатель, а суммарная отдача тандема достигнет 367 лошадиных сил. По умолчанию все модификации кроссовера полноприводные, с многодисковой мофтой. Переключатель Active Control позволяет выбирать между пятью стандартными и четырьмя опциальными режимами. Несмотря на ухудшение внедорожных способностей, автомобиль готов штурмовать подъем с уклоном до 60% и буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Впервые Touareg'у доступны полноуправляемые шасси и активный стабилизатор поперечной устойчивости с электромеханическими актуаторами.